Лежит мой сынуля и сам собой развлекается. Я тихо за ним наблюдаю. Он что-то там разглядывает в потолке, улыбается, бежит куда-то, потом делает передышки, а доча спит, наконец-то. Сынуля? Сынуля? Он тоже скоро заснет, видно. Сынуля, ты что там делаешь? С кем болтаешь? Что ты там разглядываешь? Увидел телефон? Это его подушечка. Это ему бабуля покупала, когда он совсем манюсенький был. Но он на ней так и не спал. Сынуля? Это то, что я им заказала с iHerb, сейчас выложила как раз видео про iHerb и немножко удивляюсь комментарием. Одна с утверждением пишет, что это не детская линия вообще. Точнее, что это не детские витамины. И еще утверждает, что витамин D3 и вот это одно и то же. Мне просто поражают людей. Даже не зная, что такое витамин D3 и не зная, что вот это такое, они в утвердительной форме комментируют. Каждый день кто-то меня обязательно удивляет. Что такое, что? Что такое, что? Маминное солнышко. Завтра мы идем на УЗИ. Ты готов идти на УЗИ? Ты готов? Будешь слушаться маму? Или будешь плакать? Мой сынуля, да и доча тоже вообще не любит, когда на них одевают головной убор и тем более шарф, что-нибудь такое. О, это бывает целая трагедия. Ты что такой серьезный стал? Вот как я начала снимать его, как он понял, что его снимают? Серьезный парень. Серьезный. Сама серьезность. Ты что такой серьезный? Улыбнись, маме. Улыбнись. Теперь ни за что же не улыбнется. Закрываемся. Птенчик наш проснулся. Ну давай улыбайся, как ты улыбалась сейчас. Давай. Давай. Жили у бабуси два веселых гуся. Это у нее смесь. Бабуля ее кормила, и она уснула. Давай, давай, улыбнись. Покажи свои ямочки красивые. Ну покажи. Покажи свои ямочки. Покажи. Давай. Ну покажи. Мамина лисая девочка. Мамина красавица. Да, да, силачка моя. Потягушки. Что расскажешь на ночь в пляже? Рассказывай давай. Рассказывай давай. Рассказывай. Что-нибудь интересное рассказывай. А, губки собрала, да? Мамина булочка. Мамина булочка. Ты булочка, мамина? Булочка, мамина булочка. Мамина конфетка. Конфетка, да? Знаете, она вот как уснула, где уснула, вот там её и надо оставлять. Ни в коем случае нельзя её трогать, потому что она моментально проснётся. Трогать её можно только утром или днём. Тогда она не проснётся. А вот после обеданое время, уже ближе к вечеру, ночью, вообще категорически нельзя трогать. Даже мамина, ты же такая у нас, да, не дотрога? Не дотрога, мамина, не дотрога. Не дотрога моя. Мамина улыбашка. Комбинезончик тоже от братика остался ей. Ай-яй-яй. Она и своё носит, и брата вещи донашивает. А у мамы такого гардероба нет, как у неё. Да, мамина? Да, мамина? Да, мамина? Ай-яй! Мамина, девочка! Ну всё, её надо накормить, пока она в хорошем настроении. Надо ловить момент! Привет-привет, мои хорошие! О, сынуля, будьте здоровы! Сынулька мой лежит здесь. Что я хотела сказать. Я в своём видео упомянула, что в заграммах про спорте и дочери буквы Х перевели на английский язык, написав К и Х рядом. Я, честно скажу, я не знала, что это правильный перевод, как бы не была в курсе. И упомянула об этом в своём видео, что не знаю, почему так. И нашлось очень много людей, которые написали, что это ошибка, что так не должно быть. Я, конечно, засомневалась. Написала мужу, чтобы он проверил всё, будут ли у нас в Турции проблемы. Он посоветовался со своими друзьями-адвокатами. Сказал, что перевод правильный, проблем не должно быть. Что в турецком кемлике написано «Зехраб» просто буквы «Х», а в заграмм-паспасе может быть «КХ», что с этим проблем не будет. Но нашлись люди, которые писали, что это ошибка, 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 и вот вводили меня в заблуждение, как бы сеяли во мне панику. Поэтому я переживала, честно сказать, эти пару дней. Но нашлись также другие люди, которые сталкивались с тем, что у нас, у которых тоже есть фамилия, буквы «Х» или в имени. И проблем нет, написали мне. В принципе, логично, проблем не должно быть с этой буквой. Если бы это была бы какая-то другая буква, вместо «И» написали «Ы», вместо «О» написали «А», это совсем другое дело, девочки. Это не то, что перевели «А» и не соответствует перевод. Это не то. Это просто другая буква. А у нас же получается буквы «Х» написали просто на английском букву «Х» и всё. А не вместо «Х» какую-то другую приписали. Поэтому ошибок у нас, в нашем документе нет. Не переживайте, не нужно так переживать за это. Я уверена, что ничего у нас на таможне, при пересечении границ, да и вообще в Турции, не будет. В крайнем случае, мы можем туда прилететь, я думаю, и поменять паспорт. Я так думаю, но не знаю. Не знаю. Вот так вот. Сын Оля лежит, так наблюдает за мной своими хитрющими глазками. Солнышко маме. Доча спит. Очень тяжело её. Мама накормила. И она уснула во время кормления. Даже она не доела, очень мало поёт. Просыпается. Да, просыпается, так как у нас ночь на дворе, где-то час ночи, и в такое время... Мама, он не спит, он лежит просто. Вот в такое время она начинает активно капризничать и до утра. Ладно, закрываюсь, пока она не закричала. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас 13 декабря уже. Только что была массажистка, сделала деткам массаж, ушла. Доча уже просто кайфует на массаже. Вообще, вообще ни звука такого, что ей не нравится, ни пискнет даже. Лежит, кайфует, как настоящая девушка. Сыну ли не нравится до сих пор массаж? Уже девятый массаж, остался только один. Сыну ли не нравится, именно когда его на живот переворачивают, он уже начинает возмущаться. Он у меня сам по себе ребенок, который любит лежать только на спине. Сейчас они после массажа уснули, спят. Сыну ли даже на массаже засыпал, он хотел спать, бедный, и выдержал еле как 27 минут. Дальше не стали ему до конца делать, потому что капризничало. Мое сердце не выдержало. И массажистка тоже не стала мучить его. Вот. Что еще? Сейчас я поем. Мама приготовила супчик с куриными. Девтели, наверное, не называются. Из куриного фарша. И поеду в аптеку. Мы сегодня, кстати, были в поликлинике, делали УЗИ. Кое-какое назначение сделали для сына. Поеду в аптеку. Нужно запастись. Запастись. В основном все хорошо. У дочи вообще все прекрасно. Время нуля вообще никаких проблем нет. Вообще. Она у меня молодец. Не зря же говорят, что девочки более выносливые, более сильные. Вот она у меня такой и оказалась. Как мы и думали. Она совсем справилась, моя принцесса. Такая масяненькая, масяненькая, но такая сильная. Сильная. Да. Вот. Опять всю ночь сянули не спала. Я тоже вместе с ним. Потом утром в поликлинику. Такая сонная вся. Ну, что поделать. Потом пришла и легла на 2-3 часа спать. Я проснулась где-то часа в полчетвертого перед тем, как пришла массажистка. Потом такой сонный вид тоже у меня. Все, закрывайся, поем быстренько и в аптеку. Всем хорошего настроения. Свинуля! Захожу и вижу такую картину. Лежит бабуля с внуком и смотрят, точнее, они слушают музыку. Он, кстати, любит такую нашу дагестанскую музыку. Хампаша, хампаша. Мамина, солнышко, ты голодный даже? Надо еще минут 10 потерпеть. Он сейчас все съел. Слона съел бы, баранок целого. Шашлык, маслык. Сынуля? Да, пошла. Да, не знаю. Не знаю, мы сейчас маму... Иди гуляй, где была, туда иди скажи. Где я была, сказать? Вот так вот. Щенуля! Ему нравится, ему нравится, когда я его на руки вру и с ним танцуем. Он улыбается. Больше нет музыки. Наша дагестанская еще что-то должно быть. Нет, нет. Аварский язык хочешь изучать? Да, ему сейчас очень нужен Аварский язык. Бокс, бокс, бокс. Давай, Мамбур. А он сразу как внимательно смотрит, а? Изучает дети на полу. И что вы тут делаете? Ай, принцесса, как всегда, недовольна. Как всегда. Она недавно проснулась. Как всегда. А ну, потанцуем. Давай. Я боюсь ее даже лишний раз трогать. Если ей что-то не понравится. Я сказала, дотронулась на свою голову. Аня, мамина, девочка! Мамбурна! Мамбурра! Аня. Субтитры сделал DimaTorzok